Кирпичные заводы, строительные площадки, сельхозпредприятия и гостиницы – объекты особого внимания. Специалисты миграционных служб, Кубани, полиция, казаки по распоряжению губернатора Александра Ткачева должны выходить в рейды и профилактические проверки. Должны, но не везде соблюдают это правило. Учились результаты работы, на наш взгляд, сотрудников полиции. По информации Главного управления ВД России по Красному краю, сотрудниками органов внутренних дел в период с 24 июля по 4 августа выявили 445 правонарушений в сфере миграции, что практически соответствует показателям за предыдущую неделю. И это несмотря на то, что в течение прошлой недели в крае проводилась операция «Заслон», в которой, судя по сведениям Главного управления ВД по краю, приняли участие 17 367 человек, в числе которых более 13 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Серьезное замечание по проверкам в Денском и Красноармейском районах. Первый заместитель министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Николай Малюк предложил вести новую практику – проверять иностранных граждан и тех, кто их проверяет. На этой неделе 95 незаконных мигрантов в Денском районе снова, 60 незаконных мигрантов в Красноармейском районе. Главы этих районов или кто представляет, почему такое происходит? Что вам мешает, коллеги, глава Денского и Красноармейского района? Почему такая бездеятельность? Я вам приведу пример, что в Северском районе за полтора месяца, по-моему, 464 человека выговорено за пределы матушки России. И там нашли путь, там нашли решение, потому что хотят работать. А почему вас не хотят? Проблема Денского района – власти не могут найти общий язык с незаконными мигрантами. Приходится вызывать переводчиков, специалисты в китайском языке на вес золота в крае. В Красноармейском районе страдают из-за Краснодара. Иностранцы регистрируются в Южной столице, а на работу едут в район. В Абинске не привлекают казаков. И напрасно опыт работы анапчан доказывает взаимодействие всех служб и организаций эффективно. Вы помните, на Совете Безопасности поднимался вопрос, что у нас огромное количество людей, мигрантов, мы пока говорим, незаконных или законных, находятся в Анапе и в Геленджике. Так Игорь Андреевич нам в цифре говорил. Но пока с Геленджика, мы так и не поймем. Там все, если хорошо, мы рады только. Если там все-таки есть нарушения, тем более, что очень многие строительные объекты сейчас остановлены строительством, то чем занимаются эти мигранты? Вот по Анапе у нас постоянно идет информация. Притом информация сумасшедшая. Там организована работа на высочайшем уровне сейчас. Вот по Геленджику мы ничего не имеем. В Анапе за неделю организовали 4 проверки и 2 рейда. Проверили 166 иностранных граждан, составили 41 протокол, выдворили из страны двоих граждан Узбекистана. Ежедневно проводят мониторинг в городе, сельских округах и на Пионерском проспекте. Работают с хозяевами квартир и гостиниц. Сдавать в аренду жилье иностранца можно только на законных основаниях и при оформлении регистрации. И еще одно условие эффективной работы анапчан – эффективность общественности. Напомним, телефон горячей линии по вопросам незаконной миграции 307-21 и в ночное время 02. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион.